друзья продолжаем прогулки по еревану не могли мы вас оставить без каскада это одна из главных достопримечательностей города ереван да и вот памятник архитектора александра таманьяна сейчас мы будем гулять по каскаду и покажем вам все как здесь красиво это одно из самых любимых моих мест в ереване я когда нахожусь в отпуске могу и каждый день спуститься в каскад просто подняться по ступенькам наблюдать видом еревана и балдеть от этой красоты наслаждаться наслаждаться видами еревана обожаю это место сейчас будем наблюдать и наслаждаться вперед милен а ярмарки же здесь тоже проводится да ну очень редко но проводится мы один раз в прошлом году увидели а что за ярмарка была тогда не помню но что-то было ручных работ много было национальных да да платья помню продавали так часто как допустим каждый день вы можете вернисаж спуститься что-то найти или субботу воскресенье здесь такого нет здесь больше люди гуляют фотографируются сидят в кафешках отдыхают памятников разных понаставили да потолок тигра я не помню на он был 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 ну и чайник прикольный здесь очень атмосферно а это кто такой не знаю толстый человек почему он голый почему он голый дима не знаю я же тебя спрошу ты же тоже не знаю и местное это же не переговор что я местная я должна все знать а вот слушаю этот памятник я не знаю как он называется женщина которая осторожно здесь по-моему а дуванчика не было он наверное вечером будет красиво светиться дальше лань да какая-то или лани кто это антилопа наверно да с той стороны информация наверное есть как-то мы наверное не с той стороны пошли на областой идти да давай покрутимся в ту сторону как раз ты меня пофотографируешь возле фонтана памятник кошки смотри а еще там есть ага и вот это вот что это такое это пингвин или что это по-моему это пингвин но очень удивленный или или разозленный или возбужденный но какой-то он странный вот сам каскад и вот эти фонтаны с самого верха идут ярусами и вниз здесь здесь много кафе очень милен помнишь сидели он там кафе наверху уютное кафе ну правда балкончики маленькие не очень удобно было да да если солнце нападает достаточно жарко и тесно кушать хочется не хочешь кушать хочу надо в кафе зайти в какой здесь очень много кафе вот по той стороне идут кафе и по этой стороне тоже несколько кафе по этой стороне мы уже сидели мы знаем можно по той стороне попробовать что написано давай почитаем это вот этого касается понятно то это дело в том что здесь на русском нету информации на армянском и на английском если я почитаю на армянском многие мои зрители меня не поймут на английском также давай пойдем на правую сторону там по моему побольше тогда что ты хочешь кушать не знаю посмотрим что есть я уже голодная но сама не знают что там в меню а вот смотри там тоже ресторанчик да ну то есть для продолжается и до конца улице а где санта-фе мой любимый санта-фе дальше он там через дорогу лицу переходим санта-фе классное кафе или ресторан это я даже не знаю что это это летнее кафе это не ресторан но кормят как в ресторане на уровне ресторана мы заказали же блюда на уровне ресторана кафе бастард называется незаконно рожденный интересное название да кстати это кафе одно из моих самых любимых вот это да я даже в этом доме квартиру бы себя хотела я здесь раньше когда жила часто заходила мороженое кушала кофе пила по вечерам когда гуляла в городе такое уютненькое за кафе да и вот эти арочки мне нравятся дома ручки это уже у нас другое кафе да да у нас было до старта это как называется это не знаю вот название вверху как шарлес да и третье кафе да у нас а вот это кафе black cat черная кошка да какое пойдем я думаю либо черная кошка либо соседняя либо черная кошка либо соседняя и все же выбирать выбор на тебе какой хочешь не без разницы можно здесь сидеть чтобы смотреть прямо на каста а спросил девушек стол свободен я зеленю ази 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 це из-за му, в 4 лет, мы все демоградо у зелен, мы все угосты не с тем, мы еще демоградо и Максим, Меджан, Жану. Максим, Меджан. Меджан. Король, а? Все, сидись. Сейчас, друзья, посмотрим меню. Цены. Пиво я вам уже, по-моему, говорил, что Александр Пол одной из лучших в Ереване На разлив только берите его Я же сказала, что меня интересует только этот стол и никакой другой Нас согласились посадить, сказали, без проблем А где наше меню? Я же не пришла просто сидеть, смотреть на ступеньки Я пришла, значит, я либо голодна, либо попить что-то хочу Обслуживание на высшем уровне Можно звать администратора Девушка, можно вас на минуту? Администратора можно позвать к нашему столику? Администратор у вас есть? Позовите администратора Есть проблема? Да, есть проблема Здравствуйте У вас интересное обслуживание получается Мы сели за стол, 10 минут нам несут меню Это как? А, извиняюсь Хотя уже после нас сели много людей Много людей села, да Сразу принесли меню Я просто подошла к девушке, озвучила, что меня интересует только этот стол И мы здесь будем час, максимум полтора Началось с того, что мы хотели сесть в стол свободный Нам отказывают в этом столике Мы говорим, мы хотим сидеть здесь Вас сколько? Вас двое? Мы говорим, да двое Нам отказывают от посещения вашего заведения Или предлагают внутри, где мы не хотим находиться Здесь же на глазах у нас садят людей по двое За столики, за четыре Почему у вас так происходит? Нет, ну, такое у нас не бывает вообще Ну как, вот, я могу вам включить видео Вы можете посмотреть, как это все бывает А меню, почему нам столько времени несут меню? Если я села, значит я либо голодна, либо я попить что-то хочу Это же некрасиво Ну как бы возмущает Да, извиняюсь, я Сейчас мы расскажем, что сказали Что, почему вам не дали меню И почему так относились Почему людей садят по двое на улице, где они хотят А нам отказывают Извиняюсь, я А меню сейчас принеси Да, да, принеси Нет, мы ничего не заказали Мы себе ждем Да, извиняюсь, сейчас принесю Ты что хочешь кушать? Сейчас посмотрю А тут суши есть, не хочешь? Сейчас, подожди Или что, национальные, ты хочешь? А роллов не хочешь? Ну, я есть Проблема в том, что я сейчас не хочу на жаре Хочешь, закажи Нет, я сейчас посмотрю, что из напитков Ролл с тартаром из креветок Интересно, мне кажется, нет? Как? Ролл с тартаром из креветок Да, можно Или black cut ролл Тунец, лосось, брюфельный соус Нау, зеленый лук Ну, либо тот, либо тот Филадельфию я люблю Но в Филадельфии она классическая Филадельфию везде я люблю Вот это, скорее всего, придумал их не шеф-пола Ну, наверное, да Ну, давай его тогда Будешь, да? Да, я его попробовала Не знаю, что Я пить Один такой, black cut? Да Ты пить что будешь? Black cut Я буду ягодные смузи Ну, фреш Фреш ягодные Я, наверное, закажу black cut ролл Потому что думаю, что это от шеф-повара будет И ягодный фреш А я пиво разверну Здесь не охота Сезонная Ну, то есть клубника, малина Будет? Тогда клубника Малина, голубика Ага, все Тогда мне такой фреш Все? Да И пепельницы можно? И пепельницы можно? Здесь нельзя Нельзя Айкос тоже нельзя, да? С лаймом, без кармом С лаймом, давайте Значит, black cut ролл С лаймом и берем Спасибо Фреш у тебя Ягодные фреш Сказали, сезонные фрукты Клубника, малина, голубита Ягода, да? Ты как? Мне кажется, трубочкой очень неудобно Лучше я просто попью Можно? Ну, попробуй, но все равно ничего не идет Как будто застревает Тяжело идет В принципе, вкусно Я не пойму, что там за ягода Не понимаю, что за ягода Мне кажется, что там есть смородина или голубика Потому что что-то перебивает вкус клубники и малины Я клубник вообще не почесаю Там есть клубника, просто голубика его перебивает Пиво, кстати, здесь не оказалось разливного Приходилось брать корону Жаль Ну, тут очень красивый вид Поэтому я думаю, что то, что нет тут разливного Ничего страшного Самое классное, что ты сидишь, охлаждаешься и смотришь На вид На каскад Там люди постоянно спускаются, поднимаются, фотографируются Очень классно на самом деле Мне всегда кажется, когда я здесь, в каскаде, что время остановилось Просто все замерло и ты находишься в каком-то там мгновении, когда все идеально В каскаде у меня такие ощущения, поэтому я сюда очень часто прихожу Давай я тебе камеру дам, покажешь, какой вид Вот такой вид с моей стороны, смотрите У меня корона с лаймом Хорошо, что мы одну порцию заказали, так ты сам мне поможешь Да, я еще думаю этот, может две заказать Нет, а давай попросим и тебе тарелку Я специально сказал, я не хочу А я как всем это все Давай попросим Это порция Большая, да? Просто я нигде не видела, чтобы ты заказал роллы и за такую сумму тебе принесли такую порцию Сколько по это? Это по рублям А там сколько было? 5400 1300 где-то 1300 рублей и вот такая порция Ты смотри, там мясо, смотри какие куски Они очень хорошие, они большие И я думаю, что там все вкусно Мы думали маленькая будет порция, порция большая И на всякий случай можно вилку? Да, можно тоже вилку Это сколько на штук получается? Раз, два, три, четыре, четыре, восемь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Шестнадцать штук в порции Нормально, да? Ну В Норильске порция по шесть штучек И то они иногда в некоторых местах разваливаются, невкусные Ну давай пробовать Подожди Анна, давай ты попробуешь, потом покажем какие они Куда тут поставь стаканчик На глубях кунжут Очень вкусно Да? Очень вкусно Мне нравится, что кунжут обжарили, потом сыпали Оно прям так приятно хрустит Да? А ну сними меня, я тоже хочу это попробовать Не, подожди сейчас Ты же заметил, я даже имбир, васаби не перемешала Друзья, вот так вот это выглядит Смотрите какие куски мяса Рыбы, да? С чем они вообще? Мы читали, я уже не помню с чем они Выглядит очень аппетитно Что-то она у меня развалилась Ты как ее так взяла? Ну потому что я палочками, ты же не любишь больше вилкой Да, не люблю я палочки Слушай Вкусно? Очень вкусно Мне очень вкусно Я теперь знаю, где я должна ходить за роллами Это одни из самых топовых Да Вообще из всего, что я пробовал в жизни Серьезно, очень вкусные Мы вам советуем Возле каскада кафе Black Cat Здесь очень вкусные роллы Особенно вот Ну мы пробовали сейчас первый раз Именно фирменные роллы от шефа Можете попробовать и другие тоже Но вот этот божественно вкусный Обалденный Так, друзья У нас вердикт по этому ресторану, кафе Я не знаю В общем История такая Приходим Нам отказывают в столике Мы хотели посадить внутри Мы хотели сидеть на улице Ну, лето, воздух Вид отличный Вы сами его видите за нами В итоге нас посадили Несли меню 10 минут Подпортили нам настроение Вызвали моего администратора Все высказали Все высказали Все хорошо Меню нам принесли Заказали Роллы от шеф-повара Роллы божественные, да? Да, мы остались довольны Очень вкусные Я безумно счастлива, что попробовала эти роллы И теперь я знаю, где пробовать такие роллы И находясь в Норильске я буду скучать по таким роллам Роллы, друзья, вообще топчик Все, что я ел до этого, я забыл У меня жизнь сегодня по роллам началась сначала То есть, даже я такое скажу, что То, что нам испортили настроение И я все равно вернусь в это заведение И буду закрывать глаза на такие нюансы Лежу попробовать эти роллы Нет, мы, знаешь, мы сюда не будем возвращаться Мы просто доставку закажем И все А вдруг доставка не будет такой вкусной Все равно пока довозят Да, будет Они у тебя же не горячие Нет Так что мы доставку закажем И сюда приходите, желание исчезло Реально Обслуживание отвратительное Заказали одну порцию ров Мы еще удивились, почему их так много Оказывается, это две порции ров Да Вот так вот официанты нас внимательно слушали Еще такой нюанс Нас обслуживали несколько официантов То есть, заказ приняла одна Принесла порцию, другая То есть, ты не понимаешь, кому предъявлять эти претензии В общем, персонал настроение испортил Шеффор, молодец Шеффор, тебе лайк, да Да, мы довольны Нет, я бы, наверное, еще один раз пришла бы Села бы здесь на свежем воздухе И бы поела Заказать всегда можно Особенно зимний период Нет, с таким обслуживанием я сюда больше не приду Хочешь одна еда, я сюда не пойду Я закажу домой Не пойду если В общем, что, ребят, погнали туда, на гору Поснимаем, что там, посмотрим Там внутри еще очень интересный эскалатор Музей, да, есть? Да, да, да Покажем вам все Погнали Сейчас мы зайдем внутрь Здесь в каскаде есть эскалатор Мы поднимемся до самого верха Оттуда уже будем спускаться и вам все покажем и расскажем Милена, эскалатор платный наверх? Нет, он бесплатный Бесплатный? Да Серьезный? Да Представляете, да? Нормально Слушай, запах как метро Да, да, да Я как раз хотела сказать Это от резинок Вот в московское метро, когда заходите, такой же запах Здесь есть еще музей-магазин на первом этаже, но он сейчас почему-то закрыт Мы в прошлом году заходили, кучу всего интересного Можно здесь зайти, купить и национального, и просто что-то интересное Но, к сожалению, он сейчас закрыт Я посмотрю, до скольки он работает Вообще, с 10 до 8 с пятницы по воскресенье А сегодня что за неделю? Сегодня понедельник Получается, у них пятница, суббота, воскресенье работает этот магазин Как магазин-музей Если вам что-то интересное национальное, имейте в виду, в каскаде это тоже можно приобрести Покажи, какая красивая люстра Из стекляшек все сделано Наверное, из хрустоля И человечки всякие Ты видишь? Очень прикольно Попробую увеличить потом Поехали Прикинь, аккумулятор на телефоне садится Блин, на моем поснимаешь? Да, нет, хватит В каскаде этажей 5 Уровней Да Это у нас первый уровень На каждом уровне есть выход Если вдруг у вас ноги болят, вы можете вот так подниматься Ой, это тоже одна из любимых этажей Я так довольна, что я здесь, здесь очень красиво Я каждому туристу советую при перелете в Армению посещать это место Вы просто будете в восторге Пойдем дальше Восторг И, кстати, в каждом этаже есть охранники, они соблюдают порядок, то есть никто не может драться, ругаться, здесь всегда будет порядок Вот собственная охрана Да, они и снаружи, и снутри На газоны не заходите, а то ругаться будут Как на нас сегодня, да? Не дали с фотографией Да, я хотя подошла, попросила Мне сначала дали добро, сказали только очень быстро, потому что камера снимает Так, кстати, тоже здесь музей Ханчжана Про войну можно много чего в этом музее посмотреть, найти Если тоже интересует, время посещения тоже с пятницы по воскресенье с 10 до 8 вечера Смотри, на каждом уровне еще есть какие-то экспонаты Да, да, тоже информация по ним есть, видишь, в углу А мы все выше и выше Поднялись на второй уровень Да Смотри, какой цветок Да, очень красивый Смотрите, еще каскад, вот именно внутренняя час работает с 8 утра до 8 вечера То есть, если вы вдруг здесь остановились 10 вечера, имейте в виду, что уже топать надо ногами Эскалатор уже будет закрыт и не работать А ногами спускаться 500 сколько ступеней? 572 ступени Ну, чуть-чуть, в принципе, да? Ну как, спускаться все равно легче, чем подниматься Особенно смотри, какой классный вид Вот, в каждом этаже чуть-чуть отдохнуть, можно спускаться А подняться, конечно, тяжелее Намного тяжелее И это всего лишь второй уровень, да? Да Что будет на пятом? Красота, наверное Очень красиво Ладно, пойдем Очень красиво А почему здесь монтаны не работают? Они идут? Не знаю Их включают вообще? Вообще включают, может сейчас просто не включили Может не дотягивает до этого этажа, не знаю Раньше было Раньше было На каждом уровне музей На каждом уровне музей Здесь тоже, да Сосунцы, Давид Можно сюда тоже заходить и посмотреть, что есть внутри Если честно, я не знаю, это музей или просто какой-то коридор с какими-то там картинами Но все равно надо зайти туда либо в пятницу, либо в воскресенье, либо в субботу Мы как-то пропустили эти дни, было бы прикольно Но, по-моему, это уже платно Куда платно надо заходить? Давай я прочитаю чуть-чуть А, ну это про эти всякие экспонаты Акула висит И я убежала Спасибо Я схитрила и убежала Давай почитаем, сама убежала Третий ярус А, вот эта машина мне нравится А мне нравится светофор Третий ярус Здесь тоже воды нету, я так понимаю, только на первом этаже На первом ярусе, да? Да Получается первым и нижним, которая нулевая Второе только начало, там тоже есть вода Милена, мы одно из первых видео снимали на каком ярусе, ты не помнишь? Кератиновое выпрямление волос По-моему, на этом, если не ошибаюсь, на этом Либо еще выше поднимались Мы на том ярусе Да, мы наверно Нет, я там вот, вот там вот стояла или сидела Да, я там сидела Вот человек стоит Я там сидела Есть у нас одно из первых видео Кератиновое выпрямление волос, да? Снимали здесь Вот с таким видом Опера видна отсюда уже Да и все районы, которые я вижу, я их все знаю, где что находится Просто сейчас обо всем рассказать вам не буду Пойдем дальше Я Ереван знаю наизусть И это мне папа учил еще с детства Когда я хотела куда-то идти, он меня возил А когда уже в юности я хотела самостоятельно ехать Он мне говорил, садишься в этот автобус и едешь И вот весь город я наизусть знаю благодаря папу Смотри, кресло ручной работы Еще один музей, да? Да Я сейчас прошу женщины Здравствуйте А все эти этажи, вот это все музеи? Да Они всегда работают только по пятницам, субботам, воскресеньям Вход платный? Бесплатный? Да Хорошо, спасибо А по-моему на каком-то этаже был платный вход Нет, все входы бесплатные, только во всех этажах есть музеи Все-таки я была права, это музей Это что за музей? Сергей Новосардян Не знаю Картинная, наверное, галерея Ну, написано «стирка», если переводить дословно Вот это большими буквами называется «стирка» Не знаю, что за музей с стиркой Ну, наверное, что-то интересное, своеобразное Я просто не знала, что все бесплатно Можно было и узнать время, когда посещать И все музеи зайти С утра до вечера провести в каскаде Ну, может быть, мы еще успеем Это у нас пятый ярус или четвертый? Это пятый А наверх куда идет? Там уже тот этаж, который не достроили Стройка остановилась А, да, друзья, спроектирован был каскад в 1924 году Я правильно говорю? Да, но начали его строить в 1980 году И в 90-х годах остановили стройку Не достроили до конца И до этого момента Верхние этажи еще не достроены Каскад планируют достраивать Но когда? Об этом еще никто не знает Мы теперь уже на самом верхнем уровне И хотелось еще добавить Что каскад считается таким стилем архитектуры Как арт-деко Вот И с целью каскада Достройки этого монументального центра Это было тем, чтобы соединить центральный район С верхним Ханакер-Зайтюн районом Чтобы попроще было людям соединять Двигаться по этим районам И в принципе им это удалось Потому что я сейчас могу По ступенькам подняться дальше вверх И я окажусь в другом парке В другом районе И с этого районе Поближе к моему району Я сажусь в автобус Две остановки и я дома А вот собственно и последний уровень Да у нас? Да Здесь открывается очень красивый вид На город, да? На дерево? Да Пойдем посмотрим вид Я думаю каждый житель Находясь на самом верху Найдет свой район Потому что с этой точки все видно Я вспомнил где мы снимали то видео Вот чуть-чуть внизу На этом парапетике, да? Угу Это почти два года прошло Ты обещала снять Полтора года Почти два Осенью будет два года Ты обещала снять как раз про Ереван Ну и как раз мы тут Выполняешь обещание? Да Да? Да Вот лестница Посмотрите, да Лестница По которой можно двигаться уже вверх До самого верха А самый верх должен быть соединяться с экскалатором Да Там где памятник Да, да, да Через дорогу еще проходить И там улицу переходите Там большой парк Где можно сажаться в карусели Кататься, развлекаться Это тоже парк очень классный Если мы успеем, то его тоже снимем Просто у нас времени очень мало Посмотрим, что успеем доснять А где твой район, родители? Можешь найти? Нет, прямо сейчас не могу Потому что мне надо сосредоточиться Но он где-то вот Вот видишь концертный зал Амалирь А, да, вижу Вот там вот Дальше мой район Вот Амалирь и мой район Вот если так посмотреть Люди подумают Как ты сверху быстро доберешься до твоего района Но там тоже дорога так хитро придумана Что если я окажусь наверху Я очень быстро доберусь до своего района В принципе снизу тоже я быстро доберусь До моего района очень быстро добраться от центра Максимум 25 минут Наверх будем подниматься? Не знаю Я думаю стоит Давай поднимемся Почему-то все люди с этой стороны идут Давай с той стороны и там пусто А там есть лестница? Да, и там пусто Я просто не понимаю, Дим Извините Ты до самого верха имеешь ввиду до памятника? Нет, давай где стройка не закончена Покажем какая стройка Угу Я дыхание задерживаю, чтобы подниматься быстрее Так ты бежишь, я пытаюсь рассказать А ты бежишь Я начинаю задыхаться Ну че ты меня гоняешь? Рассказывай спокойно Ну че ты меня гоняешь? Вот собственно вот здесь Костат и заканчивается Не заканчивается, а прерывается То есть здесь закончили стройку Я так предполагаю, что еще два этажа должно быть Чтобы соединиться к самой вершине Вот люди идут вдалеке, видите по лесенке Это тоже каскад должен быть То есть верхушка с памятником достроена А вот этот промежуток так и остался недостроенным Ну и покажи Там в левом углу есть дорожка По которому уже можно не по лестнице Просто по дороге подняться вверх Ага Я поставлю музыку, дудук будет играть на фоне Субтитры создавал DimaTorzok